Эта коляска стала легендой буквально сразу после своего выхода. Тысячи мам по всему миру полюбили Oyster Zero. И меня это не удивляет. Англичанка имеет отличный функционал, легкий вес и хороший ход. А не так давно появилась новая Zero, Zero Basic, которая в цене значительно ниже обычной. Благодаря магазину Первая коляска нам удалось узнать, в чем отличие этой версии от обычной. На самом деле их практически нет. Это та же самая полюбившаяся родителям Oyster Zero, но в другой ткани. Основное отличие, что в комплекте Basic нет накидки на ножки и дождевика. Бес коляски 7,9 кг, рассчитанная на детей с рождения до 20 кг. Для начала поговорим о новой ткани. Это приятная, мягкая, водоотталкивающая ткань. Честно говоря, поставив ее рядом с обычной Zero, нельзя сказать, что она стоит дешевле. Скажу даже больше. Многим моим знакомым этот материал понравился больше, чем основная ткань Oyster. Ну, на вкус и цвет, как говорится. Высота ручки здесь 104 см. Она аккуратно прошита и покрыта приятной эко-кожей. Хват удобный. У Zero большой капюшон, который бесшумно регулируется. Дополнительная секция открывается в капюшоне на молнии. Козырек при желании можно спрятать. Здесь есть смотровое окно. Шторка открывается на магнитах. Она удачно расположена, не будет закрываться при ветре. Сзади есть карман для мелочей. Система регулировки спинки одной рукой. Удобная. У Zero хорошая посадка. Дети любого возраста вниз не скатываются и сидят с комфортом. Спинка откидывается на 175 градусов. Длина кресла 88 см, а ширина аж 36 см в самом узком месте. Пятиточечные ремни безопасности и верхние защиты от случайного вынимания, чтобы проще было надевать их на ребенка. Верхние ремни можно убрать, но снять их нельзя, они пришиты. Бампер выполнен из того же материала, что и ручку. Он аккуратно прошит и легко откидывается с обеих сторон. Подножка просто регулируется в двух положениях. На подножке есть карман для хранения дождевика или москитной сенки. Хочу заметить, что пока ребенок маленький, то садясь он перевешивает подножку, она становится выше кресла. Но когда он подрастет и ножки достанут до подножки, проблема уйдет. Как показывает опыт, этот момент при использовании коляски нисколько не мешает. У Zero большая корзина с доступом даже при опущенной спинке. Внутри корзины есть дополнительный карман для вещей. Тормоз здесь туговат, чтобы его установить, нужно сильно нажать. Снимается он носком обуви. Передние колеса очень легко заблокировать. Коляску легко сложить одной рукой. В сложном виде она может стоять самостоятельно. Раскладывается двумя руками. Независимо от роста, коляска легко управляется одной рукой. Она очень маневренная. С ней можно легко пить кофе, болтать по телефону, отправлять почту, вести за руку старшего ребенка. В общем, многие мамы даже отмечали, что в принципе не было необходимости напрягать вторую руку и класть ее на ручку коляски. Так легко она едет. Что касается проходимости, то к нашему московскому снежку, корням и разным другим неприятностям на дороге Zero готово и отлично справляется. Причем ее не приходится как-то усиленно натолкать. Едет она довольно легко. Отдельно хочется отметить амортизацию коляски. До тест-драйва я была уверена, что это маркетинговый ход. По факту мы сравнили ойстр с аналогом и увидели, что амортизация на Zero работает. Да, это не надувные колеса, но посмотрите, она хорошо отрабатывает ямки и буквально съедает. Это ребенка трясет минимально, даже на такой терке из замерзшего льда и снега. Для сравнения, на этой дороге Baby Joker City Mini 4 или Валка Baby Snow Thread будут жестче. В общем, вероятно, Zero не поедет по бескрайнему бездорожью где-нибудь в полях. И глубокие сугробы есть, скорее всего, не по плечу. Но для зимы в городе это отличный вариант. Она легко запрыгивает на бордюры и чем выше ваш рост, тем легче. Людям с ростом до 160 нужно приложить немного больше усилий, но все равно движение абсолютно не напряжное. Допустимая нагрузка корзины 3 кг. Ненагруженная корзина не касается бордюра. Если же ее перегрузить, то возможно будет задевать. Она уверенно спускается на передние колеса. Ширина шасси 58 см и она входит в большинство пандусы. Легко скачет по ступенькам. Если у вас широкий шаг, то первое время вы можете иногда задевать заднюю перекладину. Как показывает практика, одной-двух прогулок достаточно, чтобы привыкнуть к коляске и не задевать. Мой рост и 72, я не испытала такой проблемы с Zero. На неровностях от колес слышен звук. Как будто нет дырочек. Смотри, вообще не сцепариваю. В Zero мне хотелось бы иметь более удобный тормоз и, пожалуй, замок пятиточечных ремней. Но после теста мне стало совершенно понятно, почему эта коляска так популярна и сыскала такую любовь мам по всему миру. Она очень функциональная, приятная на улице. Она отлично управляется, интуитивно понятна. Здесь все просто и все под рукой. Zero мощная и с большим и широким спальным местом. Там точно малышу не будет тесно. Здесь огромный бесшумный капюшон и на самом деле работающая амортизация. А сегодня, благодаря минимальным изменениям, эта коляска стала доступнее. А значит, еще больше родителей смогут насладиться этой замечательной англичанкой.